День воскресный, день чудесный, а прямо сейчас я к вам спешу не с одной жизненной историей, а с десяточкой таких. А именно, друзья, за последний год мы наснимали с вами огромное количество роликов, и ко многим из роликов остались вопросы. А что было дальше? Ты снял Тиму, показал проблему, как она в дальнейшем решалась? И из ролика к ролику возникают вопросы про различные видеоролики. Да-да, друзья, про различные видеоролики, где люди интересуются, как дела у той бабушки, а как дела у тех людей, у которых украли айфон, а как дела у тех людей, которые приходили огромной инициативной группой на митинг, мол, помогите нам, наши дома не хотят достраивать. Вот именно об этом всем мы сегодня поговорим. Так более того, я вам для затравочки хочу сказать, что в этом сюжете я вам расскажу, как один из жителей одного жилого комплекса, где мы снимали, хотел подать на меня в суд за то, что я, внимание, смонтировал ролик по технологии Геббитса. Ему показалось то, что я очернил их, а не помог. Но что скрывалось за кадром, и что вообще остается за кадром? Вот сегодня я вам в домашней атмосфере за завтраком, за обедом детально расскажу. Сегодня у нас выпуск будет динамичный, много всего интересного, и чтобы не размазывать кашу по тарелке, я вам предлагаю налить также себе цай, кофе, намазать бутерброд. У меня здесь, как думаете, что? Варенье. Домашнее варенье, которое мне сделала мама. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! В компуктере у меня шпаргалочки, ну и давайте начинать. Начнем мы в первую очередь с сюжета про жилой комплекс Лайкова. Давайте кратенько напомним, что там было. За моей спиной дольщики, которые, начиная с 2016 года, активно покупали квартиры вот в этом шикарном офисе продаж. Подчеркиваю, они покупали не просто квартиры, они покупали свою мечту. Они покупали у мощного и известного на тот момент застройщика Urban Group. Сегодня мы с вами обсудим все детали. Мы находимся неподалеку от МКАД, карту я вам вывожу на экран. Вы посмотрите, какие рендеры рисовал им застройщик и какую сказку он им обещал. Когда мы туда приехали на съемку, я был дико удивлен тому количеству инициативной группы, которая пришла. Там было порядка 50 человек. И я вам могу сказать так, что за всю историю моих съемок это первый жилой комплекс, куда собралось такое количество людей для того, чтобы просто как минимум поприсутствовать, сказать, что вот мы есть, у нас проблема. Проблема заключалась в том, что им обещали построить дома. Кстати, вот в плюс отмечаю. Шикарный проект по визуализации. Я вам даже сейчас показываю перебивочки. Посмотрите визуально. Ну такой уютный жилой комплекс должен был получиться. Даже, можно сказать, целый микрорайон. Но что-то пошло не так. Один застройщик обанкротился. Дети у людей растут. Кто-то покупал квартиру с желанием, что их ребенок пойдет в детский сад. Детского сада нету. Жилого комплекса нету. А ребенку уже скоро идти в школу. На основании этого я связался с их инициативной группой и задал вопрос. Какие дела у них на сегодня? Послушайте ответ. Меня зовут Максим Лисицын. Я обманутый дольщик ЖК Лайкова. Город события. Бывший урбангрупп. Буквально год назад мы делали репортаж с нашими соседями в нашем ЖК Лайкова. И вот на тот момент стройка у нас была, так сказать, вяло-текучая. Напомню, что нас достраивает фонд развития территории. И, соответственно, год назад нам обещали выдать ключи в декабре 2022 года. Сегодня, март 2023 года. Ключи мы в декабре 2022 года так и не получили. И на сегодняшний день у нас стоят сроки, новые сроки, которые фонд нам обещал. Люди уже научены опытом и понимают, что все нужно фиксировать. У них было общее собрание. Касательно сроков завершения ЖК Лайкова, значит, сообщаю следующее. 31.03.2023 года дома, все дома будут готовы к сдаче. 1.05.2023 года будет завершено благоустройство. 25.05.2023 года будет завершена дорога, полностью дорожную транспортную сеть. И 5.06.2023 года мы стартуем с выдачи ключей. То есть, остается буквально 2 месяца. То есть, обещания получить ключи в декабре 2022 года со стороны фонда развития территории исполнены не были. И подчеркну, опять же, при полном финансировании всей нашей стройки. А еще зачастую не нужно даже никуда выезжать для того, чтобы собрать какой-то материал. Так как сегодня социальные сети развиты настолько, что люди сами выкладывают много интересного контента. Ну посмотрите, новостройка, как нынче строят. Прописано в ДДУ, влагостойкие получается. Пробуем. Мокрое пятно, ничего не скатывается. Это санузел. Весь смысл сводится к тому, что люди боролись за то, чтобы их не кинули и выделили деньги. Деньги выделили. Теперь строят просто кое-как. Посмотрите. Трещины, бесконечные протечки. И это еще все в этапе строительства. Короче, народ сам пишет о том, что для коров загоны строят гораздо лучше, чем вот квартиры для людей. Потому что еще только-только идет финальная стадия строительства. А косяков уже полным-полно. На основании этого можно предположить, что осенью этого года ребята пригласят в гости, где будут показывать, какие квартиры им вручили. Поэтому, друзья, вот имейте в виду. Для того, чтобы купить квартиру и получить информацию по ней, достаточно зайти вот в подобную группу жильцов. Подчеркиваю, сам-то проект красивый. Дома, безусловно, классные. Особенно на картинках. Но вживую вот такая ситуация. Как вам? Мораль всей басни такова, что инициативная группа, здесь огромные молодцы, отстаивают свои права. И я считаю, именно благодаря их активности, что они не останавливаются, постоянно везде пишут, трубят, говорят то, что наш вопрос нужно решить, просто так мы его не оставим. Ну вот, как минимум деньги им выделили. Но для меня все время, вот он, страх, который присутствует лично для меня. Купить квартиру в новостройке на этапе котлована. Это здорово, это выгодно, низкая цена. Это классно для инвесторов, кто покупает с дальнейшим желанием продать. Но когда ты покупаешь себе как единственное жилье, в котором жить, и параллельно ты проживаешь в съемной квартире, за которую ты платишь, ты платишь за ипотеку, ты платишь за то, за это, за пятое, за десятое, в желании заехать в свою квартиру и хоть на чем-то начать экономить, ну как минимум на оплате жилья, а это из года в год переносится, и ты вообще в стрессе, в диком находишься. У тебя долги остаются, и в тот же момент ты ничего сделать не можешь, ты даже продать ничего не можешь, потому что тебе еще ничего не построили. Вот это, конечно, страшные вещи, но будем наблюдать, посмотрим, что будет дальше. Как только вручат всем ключи заселиться, я думаю, пригласят в гости, и мы с вами вживую съездим, покажем, как наконец-таки вживую выглядит этот жилой комплекс, будет хорошая зарисовочка. А мы с вами двигаемся дальше. Все сюжеты про недвижимость очень тесно связаны с таким словом, как ремонт. Друзья! Друзья! Ремонт для каждого – это нечто особенное. Для меня он прошел легко. Для кого-то это огромный стресс. Особенно тяжело проходит ремонт у тех людей, кто делают ремонт в квартире и продолжает в ней жить. В одной комнате ремонт, в другой комнате живем. Самая частая проблема – это куда девать вещи при ремонте. Когда я сделал ремонт в своей квартире, мне многие спросили, а где места для хранения? Ребята, вы забываете о том, что у меня есть дом, куда я могу все крупногабаритные вещи, которыми не пользуюсь, вывезти. Но у некоторых дома нету, нет своей кладовки, а вещи где-то хранить нужно. Значит, я рассказываю, а вы записываете или запоминаете. Имя ему – Амбар. Принцип работы до боли простой. Заходим, регистрируемся по номеру телефона, и у вас появляется личный кабинет. Оставляете заявку на вывоз вещей. Пусть это будет диван. Приезжают грузчики, при вас бережно все запаковывают и вывозят на место хранения. Это огромный склад, где вашему товару присваивается свой штрих-код, порядковый номер. Его фотографируют, и вы, заходя уже в свой личный кабинет, будете видеть, что все, ваши вещи доставлены на склад. Далее начинается процесс хранения. Вот здесь тонкость. Очень такая важная тонкость. Если, к примеру, вы взяли в аренду кладовку, вы будете использовать, к примеру, 50% пространства этой кладовки. Остальные 50% получается простаивают. В данном случае вы платите исключительно за объем. И вот это очень круто. Захотели отправить на полгода велосипед ваш зимовать. 490 рублей в месяц за хранение. Как вам такое? Еще крутая фишка, что пространство, оно может как увеличиться, так и уменьшаться. И вы платите еще раз, только за объем. Делаете ремонт, приезжает к вам новая техника, мебель, ну что угодно. Куда отвезти, если вдруг не хотите пока временно это похоронить дома? В амбар. И когда вам нужно, вы заказываете, и вам, собственно, привозят все обратно, поднимают домой. Если вдруг какая-то вещь вам нужна срочно, вы всегда имеете к ней доступ. Прыгнули в машину, приехали, сами вам ее выдали. Амбар – это безграничные возможности для хранения ваших вещей. На носу полноценная весна, далее лето. Зачем вам захламлять ваши балконы, куда-то раскидывать все под кровать и по шкафам, когда можно все аккуратненько собрать и отправить ненужные вещи на зимовку туда. И именно вместе с амбаром ремонты, переезды, хранение вещей превратят вашу жизнь в удовольствие. Ведь больше для вас этой головной боли нет. Ссылочка ждет вас в описании. Оставляйте заявки, получайте консультацию и делайте вашу жизнь лучше, просторнее и комфортнее вместе с амбаром. Сюжет про пожилую женщину, которую развели мошенники, принудили продать квартиру под предлогом, что ведется уголовное расследование. Работает ПСП. Лариса Владимировна, 65 лет, вы получаете звонок на городской телефон. И что вам говорят? Представился следователь Следственного комитета. Рассказал, что на мой паспорт оформляются кредиты и поступила в продажу моя квартира. Для того, чтобы это все пресечь, поймать мошенников, как в банках, так и в риелторских фирмах, мне необходимо провести следующее действие. Таким образом, обманули ее с квартирой, далее набрали на нее кредитов, деньги все отняли и оставили ее на улице ни с чем. Это один из самых популярных сюжетов по комментариям, например, того, ну как там у нее дела. Значит, я связался с ней, и она в телефонном разговоре дала понять, что первый раз она пришла на съемку, потому что ей помог ее молодой родственник, для того, чтобы придать огласке ситуацию в надежде, что как-то это сдвинется с места. Как показала практика и комментарии, многие, естественно, не поверили. Иногда люди считают в комментариях, что я вообще нахожу каких-то актеров, что, например, бабушка это актер. А вы где работаете? В проектном институте. Чем вы занимаетесь? Я проектирую метро. И все это выдуманная история для хайпа. Но когда, не дай бог, не дай бог, подчеркиваю, обманут вот так вот ваших родственников, интересно, как вы отреагируете, если по такой же самой схеме. Ведь эта схема одна и та же, дурят всех подряд, всем звонят. Моим родителям в том числе тоже звонят из серии управления, главное управление по всем управлениям ведет управление по вашему управлению. Короче, друзья, рассказываю, что происходит на сегодняшний день. Она рассказала мне следующее, не стал записывать разговор, что меняют следователей постоянно, отменены все заседания по банковским делам. Тем не менее, она прошла процедуру банкротства и объявлена банкротом. Проживает она на сегодняшний день все так же в той квартире у своего коллеги с работы, которая не берет до сих пор с нее деньги, а лишь она оплачивает коммунальные услуги. То есть, человек пошел навстречу и готов безвозмездно отдавать ей площадь для проживания. Но, опять же, все это временно. На сегодняшний день она имеет статус бомжа без определенного места жительства. То есть, прописка у нее, можно сказать, нулевая. И для нее это сейчас самый главный вопрос, так как все ее документы кончаются, карты и так далее. И в какой-то момент она из-за отсутствия прописки перестанет получать пенсию, заработную плату. Ну, как-то вот примерно так она рассказала. Подчеркиваю, если я где-то допустил какую-то формальную ошибку, поймите правильно, я не стал просто записывать разговор с ней на диктофон. Она отказалась давать комментарий на камеру, но просто начала это ненужным. Поэтому я вам пересказываю, что у нее происходит. На сегодняшний день она ищет возможность сделать прописку по Москве именно. Если вдруг кто-то знает легальный способ, как это можно сделать, напишите мне на электронную почту, я ее оставлю на экране. Я вас напрямую с ней сведу, подчеркиваю. Человек нужен порядочный, проверенный, подчеркиваю, опять же, статус, чтобы это все было легально. И она с удовольствием готова взяться за эту услугу. А так продолжает работать и находится в диком шоке, что вот так, можно сказать, на пенсии оказавшись, она, хотя продолжает, подчеркиваю, работать, вляпалась. Сама в шоке, поверить в это не можешь, что вот это произошло именно с ней. Поэтому, друзья, если у вас есть живые бабушки и дедушки, то один из лучших способов, это как минимум, взять себе на ответственное хранение их паспорта. Потому что паспорт – это основной документ, и, соответственно, чтобы как минимум он был при вас. Так как многие сделки, которые проходили у нее, то есть она сама ходила с паспортом, подписывала, потому что она думала то, что управление работает, раздает ей команда. Естественно, это были самые натуральные мошенники, которые, вот вдумайтесь, возможность влияния человеку на мозг по телефону. Ты просто сидишь, человеком управляешь, голосом, тембором. Татьяна Ивановна, все очень серьезно. Значит, смотрите, операция максимально засекречена. Ни в коем случае не вздумайте никому разглашать. 25 лет тюрьмы положено за это. И вот по ушам просто едешь человеку, а, чтобы вы понимали, я напомню, склонны к обману, к доверию, к рекламе, в том числе, это дети и взрослые люди. Потому что по своему мышлению человек с возрастом опять превращается в ребенка, и он уже начинает верить в чудеса, которых не бывает, ну и в том числе не в чудеса. Поэтому имейте в виду, у человека, к сожалению, на сегодняшний день какой-то положительной динамики в ее сторону просто-напросто нет. Далее, сюжет про украденный айфон. Напоминаю, айфон, телефон, который считается защищенным. Существует огромное количество других телефонов, которыми пользуетесь вы, и к этим телефонам сегодня привязана отчасти вся наша жизнь. Банковская карта, два раза нажал на кнопочку, оплатил, пошел дальше. Что будет, если вот этот телефон у вас сегодня украдут? Какие последствия, к чему это все дело может привести? 21.34 была блокировка установлена. Перед совершением операции в 23.39 эта блокировка была снята через ваш личный кабинет. Прямо сейчас мы познакомимся с человеком, который расскажет нам, как 8 января, будучи в Санкт-Петербурге, прогуливаясь по городу в качестве туриста, в один момент у нее украли телефон из кармана. И что произошло дальше? Ситуация просто-напросто вопиющая. Сегодня вы узнаете, на какую сумму кинули человека, пока он спал, пока он писал заявление в полиции. Все произошло за, по сути, 60 минут. На телефоне были установлены защиты, были заблокированы сим-карты. В общем, все сегодня в деталях, в подробностях мы расскажем от первого лица. Поймите правильно. Сегодня украли телефон у нее, завтра украли телефон у него. А послезавтра на их месте может оказаться кто-то из вас. Я связался с ребятами и задал вопрос, как дела на сегодняшний день? Большой отклик достаточно вызвал ролик, и много людей писало мне через WhatsApp, через почту. Очень многие столкнулись с подобной проблемой и пытались у меня найти какую-то поддержку, помощь, хотя я на тот момент тоже сама еще не имела опыта в решении вообще этого вопроса. Рестор, который осуществлял страхование нашего телефона, отказал нам в возврате денежных средств и телефона. Дальше мы пошли по инстанциям. Также были застрахованы у меня все банковские карты и вклады. И мы обратились в альфа-страхование с тем, чтобы средства, похищенные у меня с карт, тоже были компенсированы неким образом. Тут отказали. Мотивировка такая же была, что у вас произошла кража, это не входит в страховой случай. Вот если бы у вас был разбой или грабеж, если бы вы оказались изувечены, например, или какие-то побои или синяки, и это было бы зафиксировано, тогда это был бы страховой случай. То есть я оказалась в такой странной ситуации, что мне еще надо было бы самой пострадать. На данный момент субботы я нахожусь на монтаже и хочу дать интересный комментарий. Друзья, я считаю, что передачи, которые мы делаем, их нужно показывать по телевизору. Ну вот смотрите, детали и тонкости, которые окружают нашу с вами жизнь. Люди покупают телефон в официальном магазине Рестор, известный магазин, и делают страховку. На предмет того, что если вдруг телефон украли, ты приходишь и тебе по страховке должны вернуть либо деньги, либо телефон. Но когда они обратились в магазин, мол, вот страховка у нас есть, им отвечают, вытащили телефон из кармана, это не украли. Это вот вы сами виноваты. Вот если бы он лежал бы в машине, там разбили стекло и вытащили, вот это кража. Если бы вам набили бы морду, извиняюсь за грубость, это кража. А то, что вы шли и вытащили из кармана, это воровство. Поэтому под страховку это не попадает. Бесконечные страховки, финансовые защиты от банков. Сделайте, если вдруг что, мы вернем. Поэтому, вот, Татьяна, живой человек, приходит и говорят, не-не-не, не-не-не. Короче, никто из банков, там у нее был Альфа, МТС, Тиньков, никто не пошел на встречу. За исключением, что кто-то сказал, если не ошибаюсь, Тиньков, мол, если ты выиграешь дело, и тебя признают потерпевшие официально через суд. Хотя полиция ее уже признает потерпевшей, но суд еще не признал. Тогда мы будем с тобой разговаривать. А пока плати. И она сидит, платит за все свои кредиты, подает иски в Apple. Дальше, как бы, мы обратились к адвокату. Вот, что нам рассказали юристы, что в практике подобный случай, подобный моему, еще не фиксировался. И очень сложно вести доказательную базу, вот, по моему случаю, потому что нет такой практики в судах. Ты читал все комментарии. Я прекрасно помню, что самый главный комментарий был в том, что хрень эта полная, не могли айфон разблокировать, не могли его взломать. Это все сказки, это ведь Apple. Вот, расскажи, пожалуйста, подробности. Как вы узнали, что все-таки телефон был взломан? На самом деле, когда мы обнаружили пропажу телефона, я с Татьяной начал звонить в службу поддержки. Мы поставили телефон в режим пропажи. И у меня последний, ну, последний момент, когда поставили режим пропажи, телефон было видно, где он был в последний раз включен. Мы когда приехали в полицию, начали писать заявление, мне на телефон пришла смска, что телефон включен, что телефон, ну, маячок, что телефон в пропаже опять появился и снова исчез. Это буквально были секунды. И на следующий день я начал это все разбирать, искать, как можно взломать телефон, как можно погасить режим пропажи. И нашел в интернете программу. Она в абсолютно легальном доступе. Стоит 100 долларов годовой пакет. И там много обучения. И телефоны, айфоны взламывают очень легко. Снимают пин-коды, снимают Face ID. И при этом с сохранением самого ID. Я списывался с службой поддержки Apple. Меня связывали с главным инженером по безопасности. Он говорит, что не может быть такого. Я 12 лет работаю в Apple. Apple ни разу не взломали. И я им отправил сайт с этой программой, обучающий видеоролики, где в прямом эфире без монтажа колют айфоны, как орешки. На видео обучающим, когда снимают Face ID с сохранением Apple ID, нет склеек. То есть видно, что снимают в прямом эфире. Вот что сказал на этот счет. Они пропали, они перестали отвечать. Начались суды. Суд с МТС банком. Вернее, не так. Суд с МТС, к сожалению, для меня завершился проигрышем. Юристы, целых два юриста от компании МТС пришли с целой кипой бумаг. И смогли каким-то образом найти какие-то пункты, какие-то подвохи в договорах, которые мы подписываем, покупая сим-карты. И мне отказали в иске. Компания Тинькофф занимает странную позицию. Они, в принципе, не являются в суды. То есть адвокаты компании Тинькофф. И только на пятое заседание пришел юрист с их стороны. И удивительная выяснилась вещь. Компания Тинькофф банк заблокировали спустя год выплат с моей стороны мошеннических расходов. Они просто заблокировали мои счета все. И кредитные счета, и дебетовые счета. Мотивируя тем, что якобы банкротство с моей стороны. Банкротства никакого я не делала. И единственный вопрос, который был задан моим юристам в суде. Откуда взялось банкротство? Откуда взялись блокировки? На них юристы ответить не могли. Суд опять отложили. То есть фактически спустя год мы все еще ищем правду. И результаты ни по МТС, ни по Тинькофф банку никаких пока нет. Компания Apple также игнорировала все суды. И юрист компании Apple появился на заседании только, наверное, на четвертом на каком-то или на пятом заседании. И также пока результата по всему этому ходу дела никакого пока что нет. Вот этот сюжет по своей информационной составляющей натягивает на отдельное документальное видео. И мы это обязательно сделаем. Поэтому все те, кто в очередной раз сказать, да это все неправда. Ребята, следствие идет. Люди вопрос решают. Собирают всю информацию. Юрист делом заинтересовался. Потому что если он его выиграет, ему получится людям списать все долги. Это, можно сказать, человек обогатится. У него работа будет усток. У него будет уже готовый шаблон. Как это все можно решать. Таким образом, больше людей смогут свои вопросы вот так вот после украденного телефона решить. Поэтому подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Как только у людей будет все в финал, мы сразу оперативно запишем и все детально расскажем. Ведь на сегодняшний день вы основную информацию поняли. Вы виноваты. Тут виноваты. Ой, а страховка не работает. Ой, деньги не вернем. Вы сами виноваты. А факт остается следующим. Телефончик, вот важный момент, он всплыл. И сейчас с ним ходит какой-то человек. Данил об этом рассказал. В итоге телефон через три недели всплыл. То есть его разблокировали. Его разблокировали, принесли. Ограбили вас, а потом еще этот телефон и продали. И продали, да. Его принесли в сервисный центр. Николай из Питера. Передаю привет. Золотым айфоном 12 Pro Max. А это что значит? Ну, человек, который владеет этим телефоном на данный момент, по данным суда. Его зовут Николай. И если он это смотрит, будет прикольно, если он себя узнает. То есть некий Николай купил у кого-то, судя по всему, телефон. А неизвестна причина обращения в сервис. А он обращался в сервисный центр для того, чтобы заменить кнопку включения-выключения. А, вот, наверное, может, как-то там ломали, нет? Не знаю, не могу сказать. Вот, потому что Apple заверяла нас так, и вообще говорит, что при попытке взлома и снятия режима блокировки и вывода телефона из режима кражи, у телефона срабатывает схема безопасности, что телефон полностью сразу стеряется, и он становится кирпичом. Сейчас, ну, Apple, я транслирую, что якобы если Face ID попытались сломать, то уже это кирпич. Его телефон не пригоден к использованию. Подчеркиваю, что было очень много споров в комментариях, что iPhone взломать невозможно. Но, как показывает практика и реальное наблюдение людей, возможно. Иначе люди бы точно так же не бегали бы по судам, не собирали бы вот эти иски, не писали бы заявления. То есть, друзья, вы поймите, нужно наматывать информацию на уст, не относиться ко всему скептические серии. Да это все хрень, вот это неправда, да это постановка, такого быть не может. Не дай бог, что-то подобное случится с вами, вы об этом можете очень сильно пожалеть. Поэтому нужно брать на вооружение информацию и советы, которые дают люди, и просто-напросто применить их в своей жизни. Вот это, я считаю, полезный контент, который я делаю. Мы двигаемся дальше. Следующий сюжет, который действительно был интересен с точки зрения хаоса парковочных мест. ЖК Палиха. Пойдемте. В силу того, что с парковками здесь огромная проблема, вот вы просто посмотрите, двор, он, внимание, тупиковый. Я вам показываю кадры как с земли, так и с коптера. Что происходит? Первый занимает самое последнее место посередине. И пошло-поехало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если я правильно посчитал, автомобилей набилось. А вот теперь представь, если кто-то сейчас проснется с левой стороны, справа, ему нужно выезжать. А люди рассказывают, здесь регулярно встречаются скандалы, когда кому-то нужно в аэропорт. Не дай бог кто-то заболел там в больницу, всякие ситуации бывают. Чтобы выехать, ты должен проснуться. Вот представь, ты стоишь в самом начале, ты должен всех, всех разбудить, чтобы каждый вышел, отогнал свои машины. Ты выезжаешь, и они, собственно, набиваются в обратную сторону. Вот это, на самом деле, самая натуральная жесть. На территории жилого комплекса 18 домов. В совокупности, как нам сказали, это 6100 квартир. Машин огромное количество. И даже с такой парковкой, плотненькой, мест всем машинам на территории жилого комплекса не хватает. Не предусмотрено такое количество парковочных мест, так как людей обманули с паркингом. А именно, его просто-напросто бросили и не достроили. ЖК «Опалиха» это еще один из жилых комплексов, которые на картинке, ну просто изумительные. Территориальность находится в лесу, рядом свежий воздух. Но вот отсутствие парковочных мест превращает жизнь людей в ад. В том числе, многие уже начинают рассматривать вариант переезда. Рядом есть железнодорожная станция, до которой 15 минут идти. Короче, там очень тяжелая жизнь из-за отсутствия возможности парковать свои автомобили. Люди ставят их вот так вот вдоль дороги, в лесах, короче, где угодно. А проблема ключевая заключается в том, что на территории жилого комплекса был изначально предусмотрен парковочный центр. Назову его так. Многоуровневый, но его бросили. Хотя он практически был готов. Но бросили. Задаю вопрос людям, какие дела на сегодняшний день. Вот такая информация. Зачитываю. Дима, привет. Водные данные по нашему паркингу. Вчера была встреча инициативной группы по паркингу с администрацией города Красногорск, где нам было озвучено следующее. Первое. Фонд не заинтересован в достройке паркинга. Потому что наивысший приоритет у жилой площади ветхое жилье, забороженной новостройки. Ориентировочная стоимость достройки 300 миллионов рублей. Сейчас паркинг через суд пытаются вернуть в конкурсную массу для дальнейшей реализации. Дольщики могут рассчитывать только на компенсацию. Ни о каких парковочных местах и речи не идет. Паркинг будет достраиваться уже другим юрлицом и продаваться уже за совсем другие деньги. Другими словами, нас всех хотят кинуть. А еще, помните, не так давно мы снимали сюжет про ЖК Домашний, где людям обещали яхт-клуб? Это чтобы вы вспомнили. Там рядом стоит офис продаж, который брошенный. Я говорил то, что страшное место, потому что огромное количество детей. ЖК Палиха точно так же. Во, детей, полным-полно. И сейчас детишки идут гулять, как вы думаете, куда? Здрасте, что это делаем-то? А нас тут нельзя, да? Ну, а как ты считаешь? А, сейчас. Давайте, на выход. Сколько у вас здесь? Нет, много. Он тут просит ограничения посмотреть. Да, я не буду ругать. Здесь я никого не буду ругать. Просто здесь делать нечего. А я буду достраивать? Да, должны. Никого не потеряли, не забыли. Все ваши здесь. А кто вам сказал, что сюда можно? Никто. А? Никто. Вы в школе в этой, что ли, учитесь? Да, да. И что, первый раз здесь или уже лазили? Да, первый. Первый. Так, смотри, головой не ударься. Что там хоть интересного-то нашли? Да, нет, абсолютно. Нашли мясной цех. Да. А тут-то раньше было что, ресторан какой-то или кухня? Здесь жили рабочие, которые строили школу. И у них была здесь столовая. Просто они смотрели цех, мы там и кухню видели. Да-да-да. Ну вот, школьная экскурсия, да, у вас прошла? Давайте вещи, вещи и на выход. Это страшное дело, потому что эти темные места, катакомбы непонятные. Ну, друзья, мы с вами-то уже люди взрослые, прекрасно понимаем, что дети там могут, ну, давайте так, мягко говоря, получить себе какую-то травму. Может произойти какой-то неприятный инцидент. А вот эти места темные, это вообще, ну, потенциально опасность. И с ней нужно бороться. И вывод здесь следующий. Где-то там ждет их светлое будущее, когда им, наконец, этот паркинг доделают и продадут места. Я думаю, так лямо за три, а то и пять. Ну, это грубо. А может и не грубо, может так и будет. И люди еще с превеликим желанием будут покупать, ведь у него будет свое парковочное место. И жизнь начнется совсем другая. Вот, друзья, в чем лично страх для меня новостроек. Вот я читал комментарии, мол, ты такой хитрый, ты тут всех подбиваешь и раскачиваешь рынок вторички. Значит, запомните и услышите, пожалуйста. Снимая эти сюжеты, у меня нет абсолютно никакой задачи и желания склонить вас в сторону вторички. Или склонить вас в сторону покупки новостройки. В конце каждого ролика по сюжетной линии я все время стараюсь донести информацию вам так, чтобы вы сами могли взвесить и размышлять. Но если мы показываем жилой комплекс, который новый, современный, там много плюсов. Но при этом много минусов. А потом показываем вторичку, которая не современная, но там больше плюсов. И люди называют буквально один-два минуса. И потом вы выводы делаете такие, что вторичка как-то лучше. Вот здесь ключевой момент. Это вы пришли к таким выводам, а не я вас к ним подвел. Люди рассказывают свои жизненные истории. Мы ездим и на вторичку, и на первичку. И все вам показываем. Некоторые негодуют. Почему ты не показываешь блох клопов тараканов? Ну, как не показываю? Вот я живу в доме, в первом подъезде там у людей хаос. Там есть, как сказать, нехорошие соседи, которые не следят за чистоту. У них там, я так понял, антисанитария в квартирах. То есть, рассадник всего этого ужаса. И здесь этот ужас распространяется на весь подъезд. Реально. Когда мы приезжаем в те же самые сталинские дома, я задаю вопрос людям, ты купил квартиру, были там живности какие-то. Люди сами отвечают, что удивлен, но нет, не было, хотя ожидал. И всегда говорю, вот я открыт. Если вдруг вы проживаете в пятиэтажке, в десятиэтажке, старой, у вас все плохо, вы недовольны, вы готовы об этом показать, пожалуйста, пишите. Но таких сообщений ноль. Вот видите, ноль. Никто не пишет с тем, что вот мы живем, у нас все плохо, мы всем недовольны. Я понимаю, что такие люди есть, но они молчат. А если молчат, ну как я, я же не могу прийти сам к кому-то в гости, постучаться, сказать, я вот знаю, что у вас в доме много проблем, пустите меня в гости. Это будет неправильно. Поэтому все эти сюжеты я снимаю исключительно по приглашению людей. Если вы хотите принять участие в ролике, пожалуйста, все контакты со мной в описании, ну и в том числе почта электронная на экране. А мы с вами двигаемся дальше. Дом с одним процентом. Помните та самая история, когда у людей 79% и если не один процент, то все, дом можно, там, не помню, там, чуть ли не сносить. Насколько я знаю, вот поправьте меня, пожалуйста, в чем выпиющая ситуация данного сюжета, что согласно новых поправок, есть ли дом. Внимание, ребята, это очень важно. Построена готовность у него более 80%, то его обязаны доделывать. Если у дома готовность до 80%, то вам как минимум могут дать просто-напросто компенсацию в виде денежных средств. Компенсация считается индивидуально и вроде как до свидания. Ваш дом 79% и вот этот 1% сейчас вообще играет не в вашу пользу. И этот сюжет получил свое позитивное завершение. Со мной связались также представители инициативной группы и сказали, что... Зачитываю, но как бы только не расплакаться. Сообщение приходит 31 декабря. Дмитрий, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спешу сообщить, что вчера состоялся совет фонда, на котором было принято решение о достройке нашего дома. При том, что большинству объектов решено выплачивать компенсации. Мы считаем, что это все благодаря тому, что удалось создать шумиху вокруг нашего дома. А первым и самым важным толчком к этому был именно ваш сюжет. Благодаря этому 600 семей смогут заехать в следующем году в свои квартиры. От всего сердца желаю вам здоровья, процветания и благополучия во всех сферах, а также успеха в развитии канала. Уже для многих воскресенье начинается именно со слов «День воскресный, день чудесный». Ждем вас на новоселье. Вот когда читаю, вот так вот прям. Серьезно, не ерничаю. Конечно, приятно, что 600 семей получат квартиры. Но это здорово, и я искренне желаю каждому жилому комплексу добиться решения вопроса, если вдруг у вас возникли проблемы. Важно, важно. То есть механизм-то работает. При желании люди, конечно, этого вообще быть не должно изначально. Пообещали сделать. А ну то, что нужно бегать, нерчить, волноваться, это плохо. Пиво зовут пить на солнышко. Но то, что люди добиваются своих целей, это, конечно же, отличные новости. Поэтому вот она вам объективность. Плюсы-минусы – хорошие новости. А вот сейчас нужна ваша обратная связь в комментарии. Интересно это было посмотреть. ТОП-5 историй за прошедший год, которые получили свое продолжение. И вы узнали, как дела у людей сегодня. Если интересно, то подайте знак. Плюсик поставьте. Возможно, есть какие-то сюжеты, о которых интересно вам точно так же было бы узнать, что происходило дальше. Пишите. Сделаю отдельный сюжет точно так же с подборочкой. А вот сейчас мы перейдем к теме того, что остается за кадром. О чем я там, допустим, не рассказываю в ролике. Какие у меня вообще есть заметочки. Прикольные моменты. Значит, я человек сам по себе не конфликтный. Я не очень люблю вот эти вот истории, когда мне пишут. Приезжайте. У нас здесь бандитизм, у нас здесь драки, то есть скандал. Вот. Давайте быстрее снимайте негатив. Мне это не очень нравится. Я вообще хотел бы от этого подальше уйти. Я люблю по существу, я люблю объективность. Когда человек говорит, вот он дом, вот он жилой комплекс, там еще что-то. Мне понравился он за то-то, 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 но здесь есть минусы такие-то, такие-то, такие-то. И в идеале прийти к какому-то общему выводу, что нужно исправить то-то, 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 и тогда жизнь здесь станет прекрасна. Вот это, как мне кажется, интересно, хотя бы ты понимаешь какое-то логическое завершение всего этого дела. Поездил я по разным жилым комплексам, по разным частным застройкам, коттеджным поселкам, СНТ, и сталкиваюсь зачастую с такой ситуацией. Значит, люди дико недовольны, допустим, управляющей компанией, застройщикам, властями, что, допустим, те нарушают их права, что-то делают не так, не реагируют в срок. Но при этом, когда ты стоишь за кадром, говоришь, слушай, а вот эта вот у тебя постройка, она зарегистрирована? Или вот, например, ты вот это сделал? Я сейчас размыто скажу, но это какие-то бытовые вещи, там какая-нибудь, допустим, яма, септик и прочее. Многие вещи, которые вы строите на территории своего земельного участка, их точно так же нужно согласовывать, на них нужно получать разрешение. Короче, есть детали, которые ты, как порядочный гражданин, законопослушный, должен выполнять, на что я зачастую получал ответы из серии, не-не-не, про вот это не надо говорить, про вот это не надо говорить, вот это не нужно показывать, нужно вот туда смотреть. То есть, понимаете, люди делают претензии, ну, давайте так скажем, к властям, к администрации, к управляющей компании, но при этом свои косяки, они аккуратно опускают. Когда я задаю эти вопросы, допустим, там той же самой управляющей компании, говорю, а вот это как, говорят, а вот так вот народ себя ведёт. То есть, мы к ним там претензии не выдвигаем, мы не идём там специально с ними там, к ним с битвой, но тем не менее, люди со своей стороны за что-то могут там судиться, более пытаться конфликтовать. Более того, я бывал в жилых комплексах, например, и частных постройках, где у людей камнем преткновения становится одна тысяча рублей. К примеру, нужно платить 10 тысяч рублей, я абстрактно говорю, просто основную суть я вам доношу. Я говорю, а вы сколько считаете, что должны платить? 9 тысяч. Я говорю, то есть, я правильно понимаю, что из-за тысячи рублей вот у вас весь этот сыр-бор происходит? Да. Я говорю, так у вас квартиры здесь по 20, по 30 миллионов рублей, и что? Это же не говорит о том, что мы должны переплачивать тысячи. Я говорю, ну смотри, всё течёт, всё меняется, вы заплатите за тысячу здесь и сейчас, но у вас сразу начнутся там те же самые уборки идти, то есть всё, вот управляющая компания говорит, платите по 10 тысяч условно, и всё будет хорошо, мы сейчас будем сразу исполнять. Я говорю, нет, мы не будем платить, мы будем платить по 9 тысяч, либо уходите. И вот у них идут скандалы, они друг другу там портят настроение, ставят палки в колёса, и бесконечно отойдёт битва. Многие люди, не разбираясь в вопросе, могут делать претензии. Так, например, однажды мне написали люди с криком о помощи, мол, снимите сюжет, срочно приезжайте, здесь нарушают наши права. Рассказываю. Стоит дом, другой дом, между ними расстояние определённое, и идёт просто поле. Администрация решила там строить дорогу, какую-то объездную, кольцевую, ещё какую-то, неважно. Это вот происходит в Московской области. Я говорю, ну а так а в чём проблема-то, если это земля муниципальная, а не ваша личная, власти могут сами принимать решение, где какую дорогу строить. Вот вам она не нужна, вы говорите, вот у нас вид сейчас на поле, нам так хорошо, а другие люди не могут в Москву въехать на работу, по 2 часа в пробках стоят. А вот если вот эта объездная дорога построится, то сразу будет здорово. Ну а всё с нарушениями. Я говорю, с какими нарушениями? То есть, внимание, вслушайтесь. Они открывают карты Google, делают замеры, говорят, здесь от дома до дома 97 метров, согласно картам Google. Я говорю, так, а должно быть не менее 100. Я говорю, а с чего вы взяли, что карты Google показывают вам точное расстояние? Ведь там даже в картах написано, что есть погрешность. Ну да, есть, как бы у нас есть человек, который в доме живёт, он профессионально занимается этим исследованием, замером земель, он померил 107 метров расстояния от дома до дома. Я говорю, так и в чём проблема-то? Получается, нарушений никакого нету? Нет, ну вот, мы недовольны. Я думаю, нифига себе нормально. То есть, человек знал, что у них есть геодезист, который замерил профессиональным оборудованием, сказал 107 метров. Но мне изначально они пытаются вкинуть такую, знаете, утку, что нарушение 97 метров, приезжайте, пожалуйста, помогите. Дорога будет под нашим домом. Друзья, есть такое простое слово – урбанизация. Мы все живём с вами, допустим, в крупных городах. Многие из вас живут в крупных городах. Кому не нравится, те уезжают как раз подальше. Вот этот подход, вот напишите, как вы считаете, эгоистичный он или не эгоистичный? Правильно так делать или неправильно? Когда ты себе купил квартиру, ты заселился, всё, мне здорово, я живу. А когда рядом где-то ещё там на свободном земельном участке, который относится не к вам, а к городу, я согласен, что когда вы покупаете там квартиру в доме, и рядом вам рисуют детский сад, а вместо него вырастает коммерческая недвижимость, тот же самый дом, это неправильно. Это как бы вас, получается, обманули. Поэтому ситуации довольно-таки спорные. Некоторые люди относятся ко мне как подручный блогер. Некоторые пишут с таким отношением, мы сели, так, всё, значит, завтра приезжаешь, у нас здесь проблема. Говорю, какая проблема? У нас здесь вот топит паркинг, надо немедленно снять, показать. Я говорю, так, это, говорю, ну, не мое направление. Как-то не твое направление. Ну-ка, приехал, давай показывай. У нас вот подтопления начались. То есть, я всегда стараюсь собрать информацию новую какую-то, чтобы вам было что посмотреть, взвесить, ну, интереснее, чтобы было. Но некоторые люди начинают воспринимать меня так, как это рупор из серии, так, Машкова зови, пусть он бегает, снимает. Нет, друзья, мне интереснее снимать жизненные истории с позитивом, с негативом, с чем-то нейтральным, чтобы можно было задуматься. Поэтому, если вы хотите принять участие в подобном, то, пожалуйста, обращайтесь. В итоге я так и не рассказал историю, как на меня в суд хотели подать. Значит, года полтора назад снимали сюжет, где я его сделал таким масштабным, в том числе дал высказаться управляющей компании. После выхода ролика, в сюжете и люди рассказывают, управляющая компания, представитель принимает участие, одна жительница звонит и говорит, мол, все не так, неправильно смонтировал, когда переделаешь, если не переделаешь, удаляй. Я вообще недоволен, говорю, а что не так-то? И объясняют так, что, мол, я в конце дал высказаться управляющей компании, таким образом градус был смещен и теперь спорная ситуация, вроде бы как и мы там виноваты. В общем, какой-то посыл был такой, что не так. Я говорю, так я не понял, вы меня нанимали, что ли? Я вам какую-то услугу оказываю? Меня позвали жильцы точно так же показать. Вот я ходил там весь день у вас с камерой, спрашивал половину жильцов, которых там встречалось, что ты тут с камерой бегаешь, не надо, кому это надо, кому это поможет. К слову, тот сюжет им помог. У них сменилась управляющая компания, всем они там теперь довольны, все здорово. Но были долгие разговоры, серии не так сделал. И вот я никогда не забыл это смонтировал по технологии Геббельса. Был в шоке. И такое бывает. Знаете, вот есть фраза, не делай добра, не получишь зла. Поэтому стараюсь все это проглатывать и серии ах, негатив, тушь, тушь, влево, вправо, пофигу. И идти дальше только с позитивом. Поэтому, друзья, смотрите, сейчас я вам расскажу такую интересную тоже зарисовочку и мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. Но напомню, что у меня есть телеграм-канала, куда я вас без конца приглашаю подписаться. Ну, делаю различные анонсы, подборки с машинами, наблюдения, те же самые сюжеты про недвижку, там небольшие зарисовки бывают, выкладываю, что люди присылают какую-нибудь жесть. Жесть любите? Ссылочка будет в описании, подписывайтесь. А так, конечно, вокруг тоже есть прикольные истории, которые можно было бы показать. Вот у меня, например, есть сюжет, который можно снять. Я прям уверен, он наберет вот 100%, миллион просмотров, может быть, даже больше, потому что это больше была бы как такая развлекательно-угарная серия. Значит, в Москве у меня живут друзья, которые снимают квартиру однокомнатную. Снимают они её последние 10 лет, и ценник, хозяйка квартиры, им вообще не меняет. Вот 25 тысяч они платят за квартиру. Однушка, 38 метров, большой балкон, в принципе, такая большая комната, кухня, но со старым ремонтом. Прикол заключается в том, что там живут ребята, один закончил Бауманку, другой тоже там, взрослый дядька уже. Вот показать квартиру, какая она, что там происходит, это просто ржака. Заходишь, например, в квартиру, чтобы закрыть дверь, у них отвалилась ручка. Они взяли саморез, чуть вкрутили его в дверь, и всё. То есть, когда ты закрываешь, ты аккуратненько так вот пальцами берёшь и тянешь эту дверь. Представляете? И это только начало. Далее. В прихожий свет с технологией, когда дёргаешь верёвочку. И при этом, когда я начинаю дёргать эту верёвочку, я не могу её включить, они объясняют, ты не понимаешь просто. Он её берёт и вот так вот дёргает, 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 потом раз, и он у него включается. То есть, он говорит, нужно понять, почувствовать. Представляете? Это вот обзор квартиры был бы, я бы даже думал, как же этот Бауманец. Но это в юморной теме, потому что понимаешь, что в принципе с Бауманки-то все выходят в большинстве своём ребята толковые. Но бывают интересные ситуации. Заходишь в ванну, а точнее заходишь на кухню, у них сломался кран, он не открывает холодную воду. Идёт только горячая. А горячая вода буквально через 30 секунд становится огненной. В Москве топят так, что под горячей водой помыть посуду, там 10 минут это будет невозможно, у тебя там кожа слезет. Я говорю, как вы действуете? Идут мыть в ванну. То есть, на кухне они моют там чашечку по-быстрому и всё. Заходишь... Заходишь в туалет. Захожу, стою, смотрю по сторонам. И вижу такую картину, что бумаги туалетной нету, но лежит книжка с выдранными страницами. Я сначала не понял, а потом как понял, я просто смеялся там до слёз и говорю, ты чё такое? Холодильник у них, для того, чтобы открыть его, я открываю холодильник, и падает колода карт. Я пытаюсь закрыть холодильник, а он не закрывается. То есть, колода карт работает, как такой некий зажим, чтобы дверь можно было закрывать. И вот таких деталей там просто огромное количество. Я так угорал. Я шёл по квартире, начал уже присматриваться ко многим вещам. Офигел. Я вот думаю, вот было бы неплохо вот снять такую зарисовочку, это просто изюм был бы, потому что то, что я вам сейчас рассказывал, это примерно, ну, ладно, 10% из всего того, что есть там, там контента во море. Но не хотят. Стесняются. Думал даже с ними договориться финансово, говорю, давай заплачу денег вам, потому что знаю, что этот ролик будет просто хит. Сначала согласились, потом передумали, ну, переговоры, как говорится, ведутся, глядишь и договоримся. Итак, друзья, наш воскресный выпуск подходит к концу, но я продолжаю снимать новые интересные истории из жизни. У меня много планов, я хочу сделать интересную зарисовочку. Многие говорят, кому это Москва нужна? Ну, чё вы сюда все едете? Как насчёт отправиться на площадь трёх вокзалов и у вновь прибывших спросить, зачем вы приехали в Москву? Просто короткое интервью. Какие цели, какие ожидания, откуда, к чему хотите прийти, и какая для вас там высшая точка, к чему стремитесь? Я думаю, этот ролик будет по-настоящему душевный и интересный. Поэтому подпишитесь на канал прямо сейчас, если вы этого ещё не сделали. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ведь там выходят различные анонсы, различные инсайды, много всего интересного, подборки с тачками. Короче, есть что посмотреть, ведь отписаться вы всегда успеетесь. Поддерживайте ролик лайком, комментарием, репостом. Вам всего доброго, до новых встреч, всем пока-пока.